Всем привет, друзья! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Я хочу с вами сегодня в этом видео обсудить очень классную тему, насколько актуальны Galaxy Note 9, а также Galaxy Note 8 на май 2019 года. Это же флагманы, причем это флагманы, на которых компания Samsung обкатывает новые технологии. Также тут есть стилус, та вещь, которой нет практически ни в каком другом смартфоне, и ей пользуются, что самое интересное. Аккумулятор, камера, быстродействие, а также все плюсы и минусы, которые я смог для себя найти в рамках Galaxy Note 8 и Galaxy Note 9. Все это обсудим здесь, присаживайтесь поудобнее. Всем поклонникам компании Samsung большой привет, я думаю, что видео будет приятное. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Первое, что хочется сказать. Во-первых, сейчас уже есть информация о Galaxy Note 10. Вы сейчас видите на экранах, каким образом предположительно будет выглядеть Galaxy Note 10. Но не о нем сегодня поговорим, а поговорим о очень классных смартфонах Galaxy Note 9, а также Galaxy Note 8. А хороши, кстати, они не только тем, что у них очень крутые характеристики и просто топовые характеристики, особенно на момент выхода, а тем, что компания Samsung очень быстро теряет в цене. Просто очень быстро. И вот на момент записи этого видео Galaxy Note 8 можно приобрести за 35-40-55 и официально за 48 тысяч рублей. Кстати, напомню вам, что очень хорошие цены на Galaxy Note, на Samsung и, в принципе, на технику Apple и Xiaomi есть у моих друзей, компании Mobile Boutique. Ну а Galaxy Note 9 можно сейчас купить за 43 тысячи рублей минимум, 46-46, официально он стоит 71 тысячу, 51-63, короче, средняя цена 57 тысяч рублей. Но что нам могут предложить Самсунги? Во-первых, я хотел бы, чтобы это видео было не про характеристики, а про ощущения, про те ощущения, которые мы получаем, когда пользуемся гаджетами. Потому что, вы знаете, я точно могу сказать, что Galaxy Note 8 в руке мне нравится, как лежит больше, чем Galaxy Note 9. Все очень просто, он тоньше, он уже, он меньше, и за счет этого он не воспринимается как лопата, потому что Galaxy Note 9 это прямо уже прямо лопата, реально широченная лопата. Они оба квадратные. Вы знаете, что сканер отпечатка пальцев раньше находился в очень неудобном месте у Galaxy Note 8, в принципе, у серии Galaxy S8, S8+, у серии Galaxy Note 9 сканер переехал чуть пониже, но в любом случае я уже говорил, что он находится все равно неудобно. И вот когда ты держишь телефон вот так рукой, ты, в принципе, на этот сканер не попадаешь, то есть тебе надо изначально подумать, что, окей, я хочу попасть на сканер, и тогда на него попасть. Очень круто, что эти смартфоны выглядят очень стильно, то есть они такие взрослые, серьезные, хорошие смартфоны. Говорят, что они рассчитаны на бизнес-аудиторию, особенно приплетают бизнес-аудиторию эти стилусы, не знаю, я видел вся бизнес-аудитория, уж простите, ходит с айфонами. Не знаю, как так сложилось, но все ходят с айфонами. Galaxy Note 9, мне даже сложно сказать, на самом деле, на кого они рассчитаны, потому что это прикольный смартфон, дорогой смартфон, с очень крутыми технологиями, со стилусом, и далеко не каждый найдет применение этого стилуса лично для себя. Я могу сказать, что для меня была самая прикольная фишка, которую я обнаружил при помощи стилуса. Это, конечно же, не рисование, потому что во всех обзорах, когда рассказывали про стилус, говорили, что ну вот можно раскраски раскрашивать. Господи, это такая ерунда, кто этим занимает, кто занимается раскрасками на смартфоне за 70 тысяч рублей. Нет, конечно же, этим не занимаются. Я для себя обнаружил такую удобную штуку. Вот заметки на экране, ну, как бы это больше понты, знаете, достаешь такой, и когда все рядом с тобой там что-то печатают, ты такой раз, и что-то начерикал себе на телефоне, и это же прикольно, да, все такие, ничего себе. Но самое главное применение для меня, это когда у тебя есть текст, и ты его не можешь скопировать, ну, например, текст на картинке, и ты его выделяешь при помощи стилуса, распознаешь его как текст и копируешь. Это для меня самое главное применение стилуса. Напомню, кстати, что раньше у стилусов были большие проблемы, то их вставляли не той стороной, то их вставляли задом наперед, и они там оставались, и с поколения в поколение Samsung старалась решить эти проблемы. Сейчас, по-моему, стилус стал идеальным, он, его никаким образом туда не засунуть другой стороной, с ним ничего не сделал плохое, он стал блютузовым, теперь здесь есть кнопочка, при помощи которой можно управлять смартфоном, можно, ну, опять же, этот кейс, о котором все рассказывали, запустить некую презентацию, и вот вы там будете рассказывать про планы Газпрома или вашей компании, будете щелкать, и, соответственно, будете перелистывать слайды. Но, наверное, самая прикольная вещь, при помощи которой можно пользоваться, это поставить камеру где-то далеко, и при помощи блютуза делать фотографии. Мне кажется, этот очень такой удобный кейс, а еще очень удобно, если вы где-то свой SP наставили, а потом отошли, то в какой-то момент смартфон начинает сигнализировать, что вы оставили свое волшебное перо, и это тоже очень прикольно. Но давайте будем честными, стилусами пользуются, я даже не знаю, какого количества людей, но напишите, пожалуйста, если вы пользуетесь стилусами, напишите, пожалуйста, какое для вас основное применение стилуса, потому что я могу сказать так, мы настолько привыкли орудовать пальцами, что даже когда я захожу в Snapseed и начинаю редактировать фотографии, я это делаю пальцами. Только потом, в какой-то момент я понимаю, что да, я же могу это делать стилусом, это же будет прикольнее, это будет логичнее, это будет удобнее, это будет точнее. Но на самом деле мы все привыкли делать руками, и поэтому стилус нужен... Ну, напишите, пожалуйста, ваши какие-то варианты. Экраны. Экраны на Samsung, вы знаете, они всегда были просто великолепные, они всегда являлись лидерами рынка, они поставляют свои дисплеи и iPhone'ам, и другим компаниям, и вроде как Huawei, даже P30 Pro, кстати, я сейчас снимаю видео на Huawei P30 Pro, вроде как даже на Huawei поставляют дисплей именно Samsung. Дисплей топовый, яркий, очень четкий, в супер AMOLED'ы, разрешение Quad HD. Один дисплей 6,3 дюйма, второй 6,4 дюйма. Я бы сказал, что зря компания Samsung на самом деле именно такое большое разрешение поставляет на смартфон, потому что, ну, в реальности оно, как мне кажется, не нужно. И хорошо, что по умолчанию стоит среднее разрешение, и ты, в принципе, в настройках можешь менять, потому что на максимальное... Ну, опять же, напишите в комментариях, если вы пользуетесь максимальным разрешением, и зачем вам это нужно. Потому что это сажает батарею, потому что это тормозит систему. Я, честно говоря, для себя лучше выберу больше работающий аккумулятор, чем более высокое разрешение. Тем более и так тут все хорошо. Я постоянно использую разрешение Full HD+, и мне его хватает за глаза. Кстати, могу сказать, что за время использования у меня практически не появилось никаких царапин на Samsung. Они очень удачно выдерживают. Да, я, конечно же, к ним все-таки отношусь очень с пятиэтом, потому что это два стеклянных смартфона, тяжеленных. Note 9 — это 201 грамм, 195 граммов — это Note 8. Конечно же, iPhone XS Max, он 208 грамм весит, он вообще тяжеленный. И дисплей, кстати, у него поменьше. Но в любом случае я использую чехлы. И что самое интересное, есть оригинальный чехол Galaxy Note 9, но только не для российской версии. То есть в Rostez-овскую версию не кладут вот этот силиконовый чехол. У меня это европейский образец, поэтому, соответственно, у него есть силиконовый чехол. А вот этот чехол я купил за 50 рублей на Алиэкспрессе. Это чехол для Galaxy Note 8. У меня на самом деле чехло в 10 валяется разных, но в итоге я выбрал для себя вот этот. Он такой невзрачненький, но зато он легкий, тоненький, удобный. И мне с ним было, честно говоря, хорошо. Многие ведь жалуются, что из-за покатых краев экранов Samsung люди постоянно используют фантомные нажатия. Ну, то есть случайно нажимают на экран. И мне кажется, просто это один человек сказал, и все остальные начали это повторять. Даже не попользовавшись смартфоном, они все равно презентуют там новый Galaxy S10+, ну, блогеры, да, и говорят, и вот все-таки фантомные нажатия и так далее. Нет, друзья, ну, я, может быть, они косолапые. Хотя у всех нас они из плечей. У меня нет никаких фантомных нажатий. Я случайно на экран своими пальцами, ладошками не нажимаю. В этом проблем никаких нет. Мне кажется, это вообще надуманная такая история, честно. Может быть, это конкуренты такой служок запустили, а? Помимо того, что здесь классный дисплей, здесь еще есть замечательная функция Always On Display. Та функция, которая, в принципе, есть и на Huawei, та функция, которая есть, в принципе, и на Pixel, и на других смартфонах, но только на Samsung она работает очень круто. И все уведомления, которые прилетают сюда, они кликабельные, да? То есть, если вам прилетело уведомление, что вам в WhatsApp кто-то написал, или, например, вам e-mail пришел, или там уведомление о том, что в Instagram вам лайк поставили, вы нажали, и у вас все произошло. Вы нажали и переместились туда, куда хотите. Мало того, я записывал специальное видео, где я рассказывал о том, каким образом можно хорошо кастомизировать этот Always On Display. Это видео я записывал про Galaxy S10+. Внизу будет ссылочка, переходите, посмотрите. Там еще есть рассказ про очень крутую программу One Hand Operation. Это программа от Samsung, которая добавляет жесты, правильные жесты. Об этом я, может, чуть попозже поговорю. На обоих смартфонах стоит операционка Android 9.0. Здесь стоит оболочка One UI, новая, свежая. И вы знаете, что я могу сказать? С этой операционкой Galaxy Note 8 стал точно тормозить. То есть, он прямо точно перестал летать. Я бы сказал так, в принципе, Galaxy Note 8, ну, честно, положа руку на сердце, он уже давно перестал летать. То есть, Huawei, Pixel, естественно, Galaxy S10+, другие смартфоны, они летают. Note 8, поправьте меня в комментариях, если у вас немножко по-другому. У меня Note 8 не летает. То есть, очевидно, я прям вижу, что он стал работать гораздо тяжелее. Возможно, мне сейчас нужно просто все сбросить и переустановить заново систему. Наверняка, обнулив всю историю, смартфон будет какое-то время работать побыстрее. Но в целом, я бы сказал, что сейчас есть такие определенные притормаживания, которые прямо заметны. Это для вас, если вы планируете 35 тысяч рублей потратить на Galaxy Note 8. Galaxy Note 9, он, безусловно, работает побыстрее. Это прямо очень сильно заметно. Это заметно как в системе, так и заметно, когда вы используете какие-то приложения, игры, обработку видео и так далее. Так что, производительность... У меня, кстати, здесь чипы Exynos. У меня не Snapdragon. И, конечно же, очень большое количество людей говорят, что Samsung надо покупать только на Snapdragon. И постоянно в комментариях появляются ребята, которые говорят, если Samsung, то это обязательно на Snap'е надо покупать. У меня не было ни разу в жизни ни одного Samsung'а на Snapdragon. Ничего вам не могу, честно говоря, сказать. Есть разные обзоры от разных ребят, которые говорят, что да, Snapdragon круче. Возможно, мне нет причин этому не доверять. Но я пользуюсь Exynos. 8 из 895 это на Galaxy Note 8 и на Note 9 9810. Возможно, если бы в Note 8 стоял Snapdragon, то он бы сейчас так не притормаживал. Кто знает. Одно из главных неудобств при использовании Note 8 и 9 это является разблокировка по лицу. 8 по лицу вообще очень плохо разблокирует. 9 по лицу разблокирует получше, но тоже совершенно не идеально. Я уже об этом много раз говорил. И мне, опять же, защитники компании Samsung в комментариях вечно пишут, что у меня лицо кривое, да я что-то не настроил и так далее, и так далее. Да, возможно, у меня лицо кривое, действительно. Но не разблокируются они так же быстро, как Huawei. Не разблокируются они так же быстро, как Pocophone, как Xiaomi. То есть Xiaomi разблокируется моментально, просто на лету. Huawei разблокируется тоже очень-очень быстро. Note 9 обычно думает, Note 8 обычно думает еще больше. Причем вы знаете, что здесь есть гибридная разблокировка, то есть она одновременно может и по лицу, и по сканеру радужки. И это, честно говоря, работает так себе, и я даже удивляюсь, как у других людей работает это хорошо. Точнее, они пишут об этом в комментариях, что а у меня работает хорошо. Вот я могу от себя сказать, знаете, вот у меня у супруги есть Galaxy S8+. Разблокировка по лицу работает ужасно. У меня был Galaxy S9, разблокировка по лицу работает медленно. У меня Galaxy Note 8, разблокировка по лицу работает медленно. Note 9, разблокировка работает быстрее. Galaxy S10+, разблокировка по лицу работает еще быстрее, но не идеально совершенно. Еще раз скажу, что Xiaomi, Huawei и другие разблокируются быстрее. Ну, про сканер, который находится сзади, я уже говорил, неудобно. И чуть-чуть более удобнее, но все равно неудобно. Напомню, кстати, что здесь стоят инфракрасные датчики, поэтому в темноте разблокировка по лицу, в принципе, происходит. Может быть, это не происходит как-то очень быстро и так магически прикольно, но она работает, это самое главное. Очень круто, что у компании Samsung настолько напичканы телефоны всевозможными технологиями. И самое главное, что операционная система E1UI сама по себе имеет очень большой функционал. И, в принципе, тот Android, который используется Samsung, он очень-очень функциональный. Здесь можно, в принципе, убрать нижние клавиши и включить жесты. Я, правда, не очень это люблю, мне не нравятся Samsung жесты, но их можно включить. Но они неудобные, на самом деле. Еще раз вам скажу про замечательное приложение One Hand Operation. Это приложение от Samsung, вы можете его скачать из Google Play. Работает оно таким образом, что вам не нужно тянуться к нижним кнопочкам, чтобы вернуться на шаг назад. Вы просто проводите справа или слева, и все работает. Такая технология жестов на Huawei, на Xiaomi, и это очень удобно. Даже если, может быть, изначально вам покажется неудобно, поверьте мне, через пару дней вы не сможете от этого отказаться, потому что в любом приложении совершенно. Вот в iPhone, например, не так. В iPhone тоже есть такой жест назад, но он работает не в любом приложении. В Huawei, в Xiaomi и в Samsung с One Hand Operation, это работает из любых приложений, и это суперудобно. Есть замечательный жест снизу вверх. Ты опускаешь, и у тебя опускается шторка. Соответственно, все уведомления, а также все триггеры, то есть включение Wi-Fi и всего остального, это тоже опускается, приближается к тебе. И не надо тянуться наверх пальцем, чтобы включить. Это тоже очень и очень удобно. Вообще, я бы сказал, что новая операционка One UI, это, конечно же, большой шаг вперед. Единственное, что очень многим не зашли иконки совершенно, то есть они показались более мультяшными, неинтересными. Мне тут один товарищ во Вконтакте буквально сегодня писал, Филипп, что делать? На мой Samsung, я правда не знаю, как у него Samsung, прилетел 9-й Android, хочу от него избавиться. Выглядит ужасно, звонки записывать невозможно. Да, это действительно так. Компания Samsung ограничила некий функционал, в том числе и запись звонков. Мне, как оказалось, большое количество людей этим пользуются, и это, видимо, действительно является проблемой. Тут важный момент в том, что в некоторых странах запрещена запись звонков, поэтому компания Samsung, ну, таким образом поступает. С другой стороны, на форуме FOPDA, насколько я знаю, есть умельцы, которые уже нашли способы, каким образом все равно можно записывать звонки на ваши Samsung. Так что погуглите, я думаю, что информацию найдете, а если у вас есть эта информация, напишите, пожалуйста, в комментариях, каким образом записывать звонки на Samsung с новой операционкой One UI. Короче, к оболочке, у меня нет никаких вопросов, кроме того, что Note 8 стал с ней тормозить. 4 гига оперативной памяти у Note 8, 6 гигов оперативной памяти у Note 9. Я бы сказал, что 4 гигабайта в современных реалиях, это могло бы больше, да, то есть 6, это вот нормально, 8, это вообще хорошо, но 4 это маловато, большие приложения, большая операционная система, все это, конечно же, весит, и поэтому периодически будут вылетать у вас приложения, которые вы запускаете, и они у вас висят в фоне. Да, такая штука есть, с этим ничего не сделаешь. По скорости запуска приложений, в принципе, по скорости работы системы, да, чувствуется, что Note 9 работает пошустрее. Как смартфоны звучат? Смартфоны звучат отлично. Samsung, так же, как и Apple, являются, я думаю, двумя лидерами, которые имеют очень крутое звучание у смартфонов. Во-первых, это издавна стерео. Во-вторых, есть 3,5-мм джек, как и на 8-ке, так и на 9-ке, так и на новом Galaxy S10+, там тоже и 3,5-мм джек. Плюс здесь есть Bluetooth 5.0, есть поддержка LE, PTX, причем и в 8-ке, и в 9-ке, короче, ну, с музыкальной части по полной нафарширован смартфон. Единственное, что, по-моему, поправьте меня, если я ошибаюсь, по-моему, нету специального ЦАПа. Вот, например, на Meizu, да, на смартфонах от Meizu, на флагманах от Meizu, там, в 16-м, там был специальный ЦАП, который занимался обработкой аудио. Здесь, по-моему, такого нет, но вот я говорю, поправьте меня, если я ошибаюсь. Но в любом случае они звучат очень хорошо, как в наушниках, так и вот просто, если вы хотите посмотреть там какой-нибудь видосик на YouTube-чике или просто товарищам показать, как вы звучите. И самое главное, что когда вы играете в игры, вы, соответственно, ну, не до конца будете зажимать динамик, потому что у вас все равно есть второй динамик, с которого будет звучать звук, и это круто. Также не забываем про то, что оба эти смартфона можно использовать в режиме DeX, то есть это подключение смартфонов к телевизору, и они превращаются в компьютер. Насколько это юзабельно? Ну, вы знаете, я вот один раз попробовал и больше не пробовал. То есть, я бы сказал, чтобы было неплохо, но, как бы, ну, ну, не знаю, опять же, напишите в комментариях, если вы когда-нибудь этим пользовались, и даже, может быть, наоборот, вы свой настольный компьютер или планшет поменяли на DeX. И у вас, в целом-то, это, по сути, концепция удобна. У тебя смартфон, он у тебя в руке, ты пришел, поставил, он у тебя подключился к монитору, бац, поехали. Все твое, здесь почта, все работает хорошо, процессор шустрый, можно даже поиграть, потом раз ты берешь телефон, обратно побежал. В теории это должно быть удобно, но на практике я так понимаю, что особенно этим никто не пользуется. Но есть такая фишка, и хорошо. Конечно же, не забываем о том, что эти смартфоны имеют влагозащиту, даже несмотря на то, что у них есть неприкрытые дырочки, в том числе и дырочки от стилуса, все равно влагозащита работает. Это, кстати, такой хороший камушек в сторону новомодных смартфонов, у которых передняя камера, например, выезжает сверху, или, например, они, в принципе, сделаны в форме слайдера, потому что там есть выдвижные механизмы, все, влагозащиты нет. Здесь вытаскиваешь стилус, ну, по сути, делаешь некую дырку внутри смартфона, и все равно влагозащита, причем по IP68 существует. Это круто. Еще одна вещь, которая работает на Note 8 и 9 нормально, но нехорошо, это аккумулятор, потому что... Ох, сколько я с ним на самом деле намучился. И вы знаете, когда я постоянно рассказываю про смартфоны от компании Samsung, и говорю, что аккумулятор работает не так хорошо, как мне хотелось бы, при том, что он здоровенный, я уж не говорю. Это касается и последнего Galaxy S10+, у которого 400 мАч, но, казалось бы, куда больше, но при этом экранного времени всего лишь где-то 4-5 часов, не больше. То есть, для примера, у того же P30 Pro, у него 4200 мАч, и там экранного времени по 6, по 7 и по 8 часов экрана. У Pocophone по 6, по 7 часов работы экрана. У Samsung, ну, так себе. И я ежедневно использую смартфоны одинаково. WhatsApp, Instagram, соцсети и все-все-все остальное. Обработка фото и видео. Экран очень часто включен, постоянно включен Always-On Display. 4-5 часов работы экрана, и, к сожалению, Note 9 здесь для меня не был прорывом, а Note 8 для меня был болью, потому что здесь было даже не 4-5 часов экрана, а здесь было 3-4 часа работы экрана. И я очень сильно по этому поводу печалился, и Powerbank надо было всегда иметь с собой. И, короче, беда. 3300 мАч всего лишь на самом деле в Note 8 и 4000 мАч в Note 9. Но еще раз скажу, что мне не хватает, мне совершенно не хватает работы этих аккумуляторов. Возможно, у вас как-то все иначе. Конечно же, я знаю о том, что можно закинуть приложение в спящий режим, но я бы сказал, что это дает очень небольшой прирост в реальности. Да, конечно же, спасает, что есть быстрая зарядка, fast charge, есть беспроводная зарядка, это тоже все хорошо, но, но, да, хотелось бы большего, честно говоря. Ничего я вам не сказал по поводу кнопочки Bixby. Многие жалуются, что они ее нажимают постоянно, случайно. Я бы сказал, что да нет, ну, как бы, мы же все-таки люди, но можно же запомнить, что эту кнопочку нажимать не нужно. Ее долго нельзя было настраивать, и даже когда прилетел One UI, все равно ее нельзя было настраивать. Но можно в Google Play найти приложение, которое можно установить, и тогда кнопочку можно все-таки настроить под свои нужды, например, чтобы у вас запускалась камера. Конечно же, в операционке есть и ночная тема, то есть та тема, которая буквально недавно была представлена в виде обновления, большого обновления в Android 10, да, для Google Pixel и всего остального. В Samsung, Huawei и Xiaomi темная тема присутствует уже давно, но пока ее не завезли в iPhone, наверное, все-таки этим летом в iOS 13, видимо, темная тема появится. Ну, у всех же уже есть. Ну, также, друзья, кстати, можно по несколько Bluetooth-устройств подключать к этим смартфонам. И самое главное, что если вы зайдете в режим разработчика, ну, то есть вы сначала его активируете, а именно нажмете на номер сборки 9 раз, у вас тогда включится режим разработчиков, и затем, когда вы в него войдете, то здесь я вам рекомендую найти анимацию и поменять всю анимацию с единичек до 0.5. Тогда у вас анимация будет побыстрее, потому что Samsung немножко как бы долговато все-таки вот реагирует на нажатие. Я бы сказал, не молниеносно. Поменяйте на 0.5, и у вас новой жизни заживет ваш смартфончик. Давайте поговорим про одно из главных достоинств. Samsung это камера, потому что именно на серии Galaxy Note Samsung в какой-то момент начал тестировать новые камеры. Начал тестировать телевичок, возможность фотографирования в портретном режиме, потому что, например, в Galaxy Note 8 здесь есть портретный режим, а, например, в Galaxy S8 Plus портретного режима нет. Там по-прежнему одна камера. И в серии Galaxy S только в девятке, точнее в 9S Plus, появилась возможность делать портретные фотографии. И я, кстати, записывал видео, что в S9 Plus в портретном режиме фотки получаются хуже, по качеству хуже, по детализации, чем на Galaxy Note 8. Это тоже было так очень-очень неожиданно и очень интересно, и, мягко говоря, не очень классно в сторону Samsung. Короче, что мы имеем по фотографиям? Мы сейчас с вами посмотрим примеры. Я могу сразу сказать, во-первых, что сюда, кстати, можно поставить Google камеру. Внизу я оставлю ссылочку, вы переходите по ней и поставьте Google камеру. Могу сказать, что в какие-то моменты она дает прям очень хороший прирост, например, в портретной фотографии, потому что там как раз-таки фотка делается на основную камеру. И, соответственно, вот в таких вот домашних условиях, ну, например, когда ты фотографируешь детей, в портретном режиме в оригинальной камере, ну, практически ничего хорошего не получится. Все будет некрасиво. Когда ты фотографируешь через Google камеру, портретик, получается более-менее неплохой или прямо неплохой. В общем, давайте смотреть примеры фотографий. И видео, конечно же. Первая фотография, и здесь сразу видно, что Note 9 лучше справляется с солнечным светом, лучше работает HDR, и динамический диапазон тоже получше. Если говорить про уровень детализации, то он тоже минимально, но лучше на девятке. Вторая фотография, здесь солнце нам не мешало, а помогало, но почему-то на девятке получился засвет, поэтому восьмерка гораздо динамичнее сфотографировала. Посмотрите. Но я уверен, что если бы засвета не было, фоточка была бы хорошей. По деталям примерно одинаково, мне даже кажется, что на восьмерке здесь деталей больше. Наверное, самая сложная фотография из возможных. Просто темень. И здесь видно, что восьмерка справляется похуже, детализация похуже. Но вообще, в принципе, обе камеры справились, я бы сказал, так себе, очень много шумов. На этой фотографии тоже было не очень много света. И в итоге мы имеем минимальный плюс в сторону девятки по детализации. Люблю я фотографировать окно, потому что это очень хорошо показывает, как же динамическим диапазоном справляется камера. Здесь видно, что девятка справилась лучше, потому что небо окрасилось на девятке, на восьмерке небо не окрасилось. Ну и более темная фотография на восьмерке, а на девятке посветлее. Еще одна достаточно непростая фотография. С виду можно сказать, что они примерно одинаковые. Но вот по этому отражению видно, что засветы меньше на девятке. Опять же, динамический диапазон лучше работает. Хотя на восьмерке фотография получилась, посмотрите, чуть-чуть более контрастной. По деталям, мне кажется, одинаково. Это у нас уже портретный режим, фотография на телевичок. Посмотрите, это забавно, но на восьмерке более контрастная получается фотография. Более такая... Ну, получше. И вот посмотрите по деталям. Восьмерка фоткает лучше, чем девятка. Это странно, это магия, но это так. Еще одна фотография в портретном режиме. Здесь уже есть свет. И опять же, посмотрите, футболка больше засвечена на Note 9, чем на Note 8. И лицо на Note 9 засвечено больше, чем на Note 8. То есть мы имеем, что телевичок на Note 9 работает хуже, чем на Note 8. Да, еще посмотрите, как голову обрезала девятка, и как волосы, некоторые волосы, сохранила восьмерка. Может быть, здесь есть проблемы софта, и девятку еще допилят, но в целом, вы видите. Это селфи-камера без портретного режима. Посмотрите, селфи на восьмерку тоже получается лучше А это селфи в портретном режиме И тоже здесь просто очевидно, что селфи на восьмерку лучше, гораздо, я бы сказал, лучше, чем на девятку Да, обработка фона, отделение его от переднего плана хуже Но я бы сказал, девятка прямо очень-не очень на селфи-камеру Ну что, друзья, мы видим, восьмерка отстает от девятки только в темное время суток И динамический диапазон похуже Светлые объекты сложнее выделить А в целом и портретный режим, и остальная съемка прямо очень на уровне Фронталочка лучше, портретничек лучше, просто огонь Давайте так, друзья, очевидно, что ноут девятый всегда очень хорошо снимал видео Но по большому счету между восьмеркой и девяткой в плане видеозаписи особо какой-то разницы нет Смотрите, картинка примерно одинаковая Солнце отрабатывается на восьмерке лучше Плавность перемещения тоже примерно одинакова Чуть-чуть подергивается картиночка на восьмерке По стабилизации восьмерка похуже, все-таки это прямо заметно Когда не так много света, картинка примерно одинаковая Сейчас мы посмотрим по шумам Тоже сложное помещение, это детская комната моих ребят Мне кажется, в темноте вот восьмерка даже как-то получше выглядит И здесь, посмотрите, лучше отображаются шторы на восьмерке, чем на девятке Короче, что мы имеем, друзья? В плане видео особенно какой-то разницы между восьмеркой и девяткой, я бы сказал, нет Даже в каких-то моментах восьмерка работает получше Но стабилизация лучше на девятке Ладно, друзья, давайте финализировать, потому что про Galaxy Note 8 и про Galaxy Note 9 Про эти дорогие сердце устройства можно говорить очень долго Все-таки Galaxy Note 8, насколько он сегодня актуален? Я бы сказал так С точки зрения того, как он выглядит, с точки зрения своей статусности Стилуса и цены в 35 тысяч рублей, с одной стороны, это хорошо С другой стороны, я уже сказал, за 35 тысяч рублей можно купить Mi 9 Можно купить OnePlus 6T Можно купить флагман от Meizu И даже флагман от Huawei можно купить И они будут лучше Ну вот честно, положа руку на сердце Может быть не то, что у них экран будет лучше Нет, просто в целом общий функционал Камера, работоспособность, аккумулятор Все-таки я признаю, что эти флагманы будут получше, чем Galaxy Note 8 Честно Что касается Galaxy Note 9 Вы знаете, кстати, он в какой-то момент начал так тормозить Мне пришлось переустановить всю систему То есть просто сделать сброс к заводским настройкам Сейчас вроде как все хорошо Так что я думаю, что Galaxy Note 9 будет чувствовать себя отлично еще год-другой Но единственное, он стоит, конечно же, 50 тысяч рублей Да, 50 тысяч рублей Ну а так, замечательные смартфоны, отличная серия Я хочу сказать спасибо Самсунгу за то, что они делают серию Galaxy Note И за то, что они не испугались идти дальше Помните, после этих ужасных взрывающихся Galaxy Note 7 О которых знал весь мир После этого Самсунг все равно пересилила себя И сделала восьмой, девятый И мне кажется, Самсунг в этом плане молодцы Что вы думаете по поводу серии Galaxy Note? Пользовались ли? Может быть, пользовались предыдущими ноутами? Там шестым, пятым, четвертым и так далее Напишите, пожалуйста, в комментариях свой опыт использования Я знаю, что мне как-то писали люди, что они по-прежнему, например, на Galaxy Note 2 На Galaxy Note 3 сидят И типа все хорошо Напишите, пожалуйста, ваш опыт использования Galaxy Note Ну а так, всем, кто любит Самсунг, большой привет Ждем ноут десятого Меня зовут Фил, это канал Честный Блог Ну, как всегда, максимально честно я рассказал о тех гаджетах, которыми пользуюсь Еще раз отдельное спасибо Mobile Boutique за ноут девятый И самые приятные цены на Самсунге, айфоны, Xiaomi Можно найти в Mobile Boutique Ссылочка будет внизу, переходите и изучайте На этом все Меня зовут Фил Пока Субтитры сделал DimaTorzok